Я буду говорить на обоих языках, на русском и английском. В прошлый раз мы с вами стали читать 18 стих Ширадара Суданитхи, комментарий, которым называется «Семь океанов». Ширадха, воплощение «Семь океанов» — это более точно. И мы уже с вами прочли про океан Вайдагья Синду. Океан искусности. Я сначала прочту по-русски, перевод стихай, потом по-английски, и перейдем к комментарию. Любой, кто захочет сказать что-то, пожалуйста, говорите. The word is, «When I will read, please, if you want to say something, and something coming to your heart, mind, please tell. Just give voice, that's all». Когда же Ширада появляется океаном искусственности, океаном аноураги красной, океаном материнской привязанности, океаном глубокого сострадания, океаном изящества, океаном нектара, сияющих в трансцендентной форме, и океаном игр проявится в моем сердце. «When will Ширада, who is an ocean of cleverness, an ocean of anuraga rasa, an ocean of perfection, an ocean of very deep compassion, an ocean of elegance, a nectar ocean of glistening transcendental forms, and an ocean of clay be manifest in my heart». Ширада является единственным океаном аноураги, т.е. она источник всей аноураги. Подумка о том, как в нашем мире океан является источником всех рек, потому что реки питаются водой дождя, а облака образуются над океаном. Так же точно и здесь. Вся аноурага исходит от Шири Мати ради. Шири Мати – «the only ocean of anuraga». This means she is only source of anuraga. Anuraga означает «махабхава». «Аноурага» всегда свежа и всегда привлекательна. «Аноурага» means «махабхава». «Аноурага» means «махабхава». «Аноурага» means «махабхава». 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 «Дея, девоте, если вы хотите сказать что-то, пожалуйста». «Махабхава». 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 Это слово «Анурага» мне напоминает то, как его объясняет наш Шиллак в Руде. Он говорит, что «Анурага» — это ответное чувство в любви. То есть «рага» — это чувство идущее сердце, это любовь. Когда преданный направляет свою любовь на свою Штадеу, на Шримати Радику, то для него очень важно получить ответ, потому что любовь — это явление не одностороннее, оно двухстороннее. И когда преданный направляет свою любовь на свою Штадеу, на Шримати Радику, он получает ответ. Этот ответ называется «Анурага». И этот ответ будет естественным. Такова природа любви. И здесь говорится, «Анорага означает махабхава». То есть махабхава — это то, из чего состоит Шимати Радика. Это величайшие, самые сильные чувства, самая сильная любовь. У меня, может быть, нету махабхавы сейчас. Я, может быть, ее не чувствую. Но так и любовь, которая есть, я ее направляю на Шимати Радика. А вот это получаю «Анорагу», в которой есть махабхава. Махабхава means радха. Махабхава сарупашри и радха — это Куран. Это сверительное читание чаританы. Махабхава means greatest emotion, greatest feeling in love. Then this answer coming from Шимати Радика, from Ишкадевата, then there is this махабхава coming. I can give what I have. My heart may be, no, not махабхава. But some raga is there, some feelings. But in answer, I receive much more, which is махабхава. Анорага is every fresh and every astonishing. And then this answer from Шимати Радика is coming for the heart, for the devotee, for the Vaishnava. It's every fresh. Vaishnava is always eager to receive this anorага, this answer. Because this is a nature of Шимати Радика's love. It's always fresh. Nothing the same. Always something new. And it's ever astonishing. When this answer is coming, it's make the heart amazing. Также здесь написано, что анорага, она всегда свежая, всегда привлекательна. В английском варианте написано даже не просто привлекательна, она изумительна, она изумляет, она удивляет и изумляет. То есть когда эта анорага приходит, то есть когда приходит последующая мать Радики, он не оставляет преданного равнодушия. Он испытывает необычайное счастье и радость. Она никогда не повторяется. Такая природа любящая мать Радики, она всегда, здесь написано, привлекательна или как изумительна, она изумляет. Но казалось бы, ну что тут можно сказать? Что мне рад? Может ответить, что она всегда находит такие слова, всегда находит такое чувство, то есть из нее, естественно, это чувство исходит, которое изумляет, удивляет, наполняет. Шримати считает сладость Кришны всегда свежей. И ее вкус к этой сладости все увеличивается. Сейчас, я сейчас английский переведу. Стримати thinks Кришна's sweetness is ever fresh and she always has more taste for his sweetness. This ocean of Anuraga is answer to Krishna's love. love. Krishna is loving, he has love for Shumata Radhika. He's trying to show his love. He's doing something and he's receiving answer. And Shumata thinks about Krishna's sweetness but his sweetness is ever fresh and why his sweetness ever fresh? Because this sweetness coming from Shumata Radhika's love. Shumata Radhika by her cleverness cleverness she makes she feeds him so much and this clearness makes Krishna associated someone nicely accepting guests and doing everything in proper time. This smile this what to say Magnemius giving some sweet drinks something to eat snacks how Shugrudev doing when we come to Shugrudev he is always giving something some very testful things he's smiling he's giving nice word greetings he's glorifying his guests sit comfortably then devotees be feeling so much sweetness in this skillfulness is previous ocean and Krishna is feeding by this ocean of skillfulness become so much sweet shri shri mati считает сладость кришны всегда свежей ее вкус к этой сладости все увеличивается когда мы принимаем гостей то вот как шел грудер принимает гостей когда к нему приходят преданные он их окружает заботой вниманием очень искусственно усаживает удобно предлагаем что-то попробовать что-то вкусненькое говорит сладкие слова улыбается прославляет дает возможность им себя проявить высказаться вот и вот такая искусственность в гостеприимстве она наполняет вся свежая сладость кришна то есть shri mati считает чувствовать сладость кришны всегда свежей но это свежесть это сладость кришны это следствие того как shri mati радика накормила его океаном искусственности предыдущий океан и ее вкус к этой сладости все увеличивается поэтому она всегда наслаждается им и she always has more taste for his sweetness so she always relishes it so she helps go show the money she wrote the song пишет in june la money one day shri mati radica and your friends headed by Лолита met Шри Кришна. Однажды Шримати Радика это написано в Лучвелоне Ламане Однажды Шримати Радика и ее подруги, возглавляемой Лолитой Лолитой встретили Шри Кришну. Кришна become overwhelmed by Радика Мадана Раса and just to joke with him Шримати went to see her girlfriends in another bower. Кришна был потрясен Мадана Расой Радики и чтобы пошутить над ним Шримати ушла увидеться со своими подругами в другую пунжу. Мадана и и Продолжение следует... Шримати ушла увидеться с своими подругами в другую пунжу. Когда Саки там произнесли имя Кришны, Чайрадика сказал Лолите, «О, Кришодари, слабая девушка, кто это, чё имя ты произнесла?» Лолита сказал, «Кто бы это ни был, какое тебе до него дело?» Лолита ответила, «Кто бы это ни был, что тебе с того?» Чайрадо сказал, «Саки, I have to know, because I am worried about how to keep my vow as a chest housewife after hearing that name». Чайрадо сказала, «Саки, я должна знать, потому что, услышав это имя, я обеспокоен тем, как сохранить своё благочестие как целомудренные домохозяйки». Лолита replied, «О, Роганде, go blinded by love, but you are always playing at his chest. И Лолита ответила, о, Роганде, девушка, ослеплённая любовью, но ты же всегда играешь на его груди. Это пример того, как действует анорага. Она всегда свежая, то есть, чья любовь настолько сильна, эта любовь позволяет видеть объект своей любви всегда новым, как это было до этого сказано, что Шимати Радика, её вкус только усиливается, для неё Кришна и его сладость всегда свежая, новая. Поэтому она не узнаёт объект своей любви. Она слышит его имя, как здесь описывается, и спрашивает, чьё имя это произнесло. Анурага. Из этого мы можем увидеть как анурага действует как это объясняет . Эверс . Шримати Радика always playing on the chest of Krishna when she is hearing his name she is not recognizing him, she is asking from her Saki those names she is pronouncing Шримати Радика continues she rather said Saki are you joking with me I have never even met this boy продолжаем читать Рада отвечает она говорит Saki, подруга, ты шутишь со мной? Я никогда даже не встречал с этим юношей Лалита говорит о мохите we will let it go has your knowledge been has your knowledge been covered over by intense desire Лалита говорит Радики о мохите смущенная девушка в английском там используется беудрит означает что сбитая с полку то есть спавшая в иллюзию заблуждающаяся она говорит о мохите не покрыло не покрыто ли сейчас твое знание сильным желанием то есть настолько сильное желание что ты не узнаешь своего возлюбленного я же только что представила у тебя I have just handed you over to him Ширадика then remembers and says Saki oh my girlfriend you speak the truth in this lifetime he has appeared before my eyes today for one second just like a lightning flash Ширадика тогда припоминая сказал о подруга Saki ты говоришь правду в этой жизни он предстал передо мной сегодня только на мгновение как вспышка молнии this example shows how Anuraga makes the Anuragavati Anuragavati passionate girl ever more thirsty after Krishna's great and astonishing sweetness and thus makes her relish this sweetness more and more этот пример показывает как Anuraga заставляет Anuragavati страстную девушку жаждать великой и привлекательной слабости Кришны а также приносит ей все больше наслаждения этой сладостью Утверждение, что Радхарани является океаном анурага, расы, указывает на то, что когда анурага увеличивается, это становится махабхавой, и что когда махабхава увеличивается, то это называется мадана махабхава. Шри Радхарани is the only one who has this madana махабхава, and she is the fountainhead of all mahабхава. Just as the ocean is the fountainhead of all the rivers and ponds. Шри Радхарани единственная, кто обладает этой мадана махабхавой, то есть сводящаясь с ума величайшей любовью. И она — источник всей махабхавы, подобно тому, как океан является источником рек и прудов. Реки и пруды содержат в себе, как назовем, дарующую жизнь влагу. На санскрите — расы. И до этого говорилось, что Мати Радхарани — она источник мадана расты. То есть вот это вот сводящий с ума, сводящий с ума вкус вот этого, дарующего жизнь. Мати Радхарани — Here it's written, that she is just ocean, just as the ocean is fountainhead of all rivers and ponds. That was before we read, but she is Madana раст. and all rivers and ponds is a source of I don't know how it's in English not just water but some motion, I don't know that is in the air small particles of water which is giving life and it's called rasa in Sanskrit and she is the source of this rasa and she is giving life to everyone the other gopis are her phalanx that help her to complete Krishna's relishing of transcendental mellows other gopis помогают ей совершать совершенствовать наслаждение Кришны трансцендентными вкусами есть очень сладостная очень сладостная игра на музыкальном инструменте кто-то кто очень искусен в игре на музыкальном инструменте может искусственно игра и мелодию создать сладость сердца но если добавить к этому инструменту главному инструменту еще и другие инструменты это обогатит мелодию это обогатит наслаждение вкусами вот так во время пира то есть когда есть главное блюдо но это блюдо окружено множество других блюд также приготовленных искусств но это гвоздь программы главное главное самое вкусное блюдо во время этого пира и чтобы оценить его его превосходство есть другие блюда и здесь и и и и Пропис are her phalanx that helps her to complete Krishna's relishing of transcendental metals. And when someone is accepting guests and giving him a feast of many, many dishes, one dish will be the main, the most tasteful. But to show this, how tasteful, how it's good, that person who is accepting guests must give other dishes. And also we can compare this with music, if someone is very skillful by playing, for example, on a flute, on one musical instrument, and his skillfulness is such, he's such skillful, but he creates sweetness in heart by playing on flute. But if some other musician will come and support this melody, it will be even more beautiful. Because the superiority of sweetness of this playing can be shown by other, by supporting other music instruments. Just as milk becomes thick, Kshira means cream, when it is boiled down, Anuraga turns into Mahabhava, then it becomes thick, intensified. Therefore, the Anuraga ocean is compared to the sixth cosmic ocean, the ocean of milk. In this case, Anuraga ocean is translated into Mahabhava, Дальше пойдёт уже третий океан, когда Кришна, когда Шамати Радика напоила Кришну этим вторым океаном, его жажда ещё больше усилилась. Он не присытился, она ещё больше усилилась. Теперь Шамати Радиком идёт третий океан. Этот океан называется океан Вацали. Или, как тут переведено, Вацали означает «любовь к бедным и падшим». Это такая заботливая любовь. Вацалий, когда Шамати Радика ведёт Кришна, с вторым океаном, и Кришна не становится счастливым. Actually, his birth only increases. Шамати Радика gave him the third океан of your love. It's called Ocean of Вацалия. Вацалия means love for the poor and the fallen. Вацалия this word coming from the word Вацалия means кав. Then кав, си, кав, looking at your кав, naturally milk coming because кав have such nice form which is causing motherly love. Which is coming in form of milk. Вацалия происходит от слова вацан. Вацан означает телёнок. Когда телёнок рождается у коровы, телёнок обладает такой очень нежный, он очень нежный, очень маленький, очень красивый и вызывает соответствующее чувство сердца, сердце тает от созерцания этой формы. И это чувство, когда сердце тает, называется Вацалия, оно проявляется в форме молока коровы, в форме такой вот заботливой любви. Так же, как Шри Радха является неисчерпаемой сокровищницей эротической расы, она так же является величайшим океаном привязанности к Вацалию. Радха Радхика приходит каждый день в доме, чтобы приготовить для Кришна. Шри Яшода любит ее очень сильно. Почему? Как Шри Гурдовик объясняет, потому что Яшода чувствует, как она способна, как ее любовь увеличивается и исправила Шримати Радхика. И эти слова напоминают мне то, как Шилогурдев объясняет, что Шимати Радика является источником материнской любви и заботы мамы Вишоды. Когда Радха утром приходит готовить для своего возлюбленного в дом Нанды Вишоды, то есть мама Вишода очень любящая, она очень заботлива к Шимати Радике, она видит в ней свою дочь, и она к ней очень привязана. Почему? Потому что она, Радха, является источником её вдохновения, её растущей материнской любви к Кришне. Составители писаний по расе говорят, что ватсаля раса несовместима с материнской расой, но Радхарани в некоторых ситуациях заставляют их совмещаться. The writers of раса шастра say that the ватсаля раса is not compatible with madhvura раса, but Радхарани makes them compatible in some situations. For instance, she gives the greatest bliss to Rasika, Шеромани, Кришна and her girlfriends and maids servants when she gives this moral affection to Кришна while he takes his milk. Например, она даёт величайшее блаженство Расика Шеромани к Кришнику. Шеромани означает, шира означает голова, а мани означает драгоценный камень. То есть, когда человек украшает своего голода драгоценными камнями, например, корона или тюрбан с драгоценными камнями, то главный камень, самый красивый, самый большой, находится по центру. Этот камень называется Шеромани. То есть, Расика Шеромани означает лучший из расиков, наслаждающихся расой. Итак, например, она даёт величайшее блаженство Расика Шеромани Кришне и своим подругам, и служанкам. Когда она проявляет свою материнскую привязанность к Кришне, здесь материнская взята в кавычки, материнскую привязанность, то есть, она заботится о нём, как же это называется, Шамати Радика принимает в течение дня три омовения. И первое омовение она принимает в нектаре сострадания. То есть, она чувствует, как Кришна нуждается в ней, как он горит в желании увидеть её. и она спешит в тот город, где живёт Кришна, из Явата, чтобы остудить его сердце, чтобы даровать ему возможность увидеть себя, накормить его. и вот это и есть тот момент, когда Вацалия раса совмещается с Мадуря раса в непостижимой любви Шамати Радика. Это помидает меня о том, что происходит в доме Ешеда, то, Шамати Радика с Мадуря в Кришна. Это что он приготовил для него. И это написано, что Шри Рады принимает bath три раза в день. И первое, что она принимает bath в нектаре от Компессионного. Что такое Компессионное? Она чувствует как огонь, как интенсивный железнодорожник, и она чувствует себя, что она не горит в Компессионном сердце. И она идет к нан-бишнам, к местам, в городе Компессионное место, и она делает его сердце, и она видит себя, и он видит его. И она видит в этом случае, что она видит в бацаля, Аплодисменты, ассоциативная любовь к нему. Она дает великолепность Расика Широма и Кришна. И ее горифрин и маид-серенц, когда она дает родственник, Жаи-Шилгурде! Мориль affection to Krishna while he takes his meal. Ширада's бацалля towards her girlfriends is also most wonderful. Жаи-Шилгурде! I could not hear you. Sorry. Ради-Rади-Gurda! I can see. Я играл две. Я играл две. Я продолжу читать. Она проявляется в материнскую привязанность к Кришне в то время, когда Он ест. Вацалля Ширадхи своим подругам также очень изумительно. Вот здесь слово подруга, Саки, согласно тому, что пишет Анандас Бабыч Махараджи, он говорит, есть две категории Саки, подруг Ширада, которые являются в манджаре. И Ширада Ради Ради. И Ширада Ради особенно, у него есть материнская забота к ним. Поэтому Ширада Ренгасан Махараджи называл Палиадаси. Палиадаси означает такие маленькие манджари, которые Ширада Ради своих дочерей скармливает, защищает, воспитывает, обучает. и они становятся неотъемлемой частью самой, продолжением ее. And here it's written, I will write this point. Шри Рада в Ацале towards her girlfriends is also most wonderful. And we know from Анутас Бабаджи Мараджи's explanation what five kinds of girlfriends, Saki, Shemati Radhika, Saki, five kinds, and two of them is Manjari. And especially Shemati Radhika is so affectionate, so much what Saleh has towards Manjari. What is why Shemati Radhika called them Palya Dasi, means who is Palanam, means completely protected and also feed it, nourish it by Shemati Radhika. She is like a mother, loving mother and careful. Mother taking care about them, feeding them completely, protecting them completely, teaching them. She is giving them everything in such a way but they're growing nicely in her lips and they become an extension of her own senses. Like always with her like a shadow. She is always controlled by the affection. She is the full example in his kujval nilamani. She is always controlled by their kujval nilamani. Однажды Шри Рада поссорилась со Шри Кришной Но после сожалела об этом Это называется Халахан Таритабхава И хотя она хотела встретиться с ним Всё же, чтобы показать, что она находится под полным контролем своих подруг Она сказала Бринде О Саки Бринда, скажи этому принцу Враджу, что я во власти моих подруг Я перенду на английском Ширада had a quarrel with Шри Кришна But now she regrets it This is called Халахан Тарита Бхава She is once more very eager to meet him But in order to show what she is under the full control of her girlfriends She tells Vrinda О Саки Вринде Tell this prince of Raja what I am controlled by my girlfriends We can see nice examples of this In one story Then Krishna came to Shimata Radhika Came to her kunja And he was so eager to come inside And Ratimanjari, Tulsi Manjari Can see what Shimata Radhika also wants to meet him She also wants to see him so much eager But she externally shows her anger mood Man Why? Because she is under the influence of her Lalita Saki Lalita girlfriend She is not allowed Krishna to come inside Means she is under her loving motherly affection She is not allowed Krishna to come inside She is afraid to do something against Lalita's desire Lalita's instructions What is why Tulsi Manjari Going to Lalita Saki And telling what's happening Both suffering Radhika suffering Krishna is suffering Both have so much eagerness to meet each other But Radha is not Couldn't Overcome the instruction of Lalita David And after Lalita understood the situation And telling through Through Tulsi To Shimata Radhika To stop this And accept Krishna Then Shimata Radhika happily doing this This story This Lila This game Is example Of what we are reading now И хорошим примером Показывающим Как это происходит Как Shimata Radhika Находится Во власти Своих подруг Это История Когда Лила Игра Или Игра Когда Кришна Приходит Кунжи Шримати Шримати Радhika Внешне проявляет Свой ман Почему? Потому что Она во власти Такой заботливой Материнской любви Своей подруги Лолиты Она старшая подруга И она не осмеливается Действовать Вопреки Ее совету Вопреки Ее желанию А Лолита Сказала Не пускай Кришну К себе Пускай Она Улучшится Тебя Оценить Ишимати Радhika Несмотря на то Что она сама Жаждует Кришну На самом деле Гнева нет Но она Не пускает Кришну Потому что Она следует Воле Лолиты Она находится Во власти Лолиты Ее Во власти Любви Несмотря на то Why does He Васт His Words On Me We Are Proud Girls It Is Not Proper For Him To Stay In Our Abodes Tell Him What It's Better Fearfully Sorry My English Not Good Tell Him What He I Don't Know How To Read Better Fearfully Flee Flee Я Сейчас Прочитаю Пару Зачем Матеродика Говорит Зачем же Он Тратит Свои Слова На Меня Мы Гордые Девушки Для Него Нехорошо Находиться В наших Обителях Скажи Ему То есть Вринда Скажи Ему Что Ему Лучше Страх Убежать Отсюда Шимати Радика Requesting Вринда Осяки Please Tell Him To Krishna It's Better Fearfully Run Away From Our Abodes From Us He Knows The Prowess Of My Friend Lalita Ah Sorry Does Not He Know The Prowess Of My Friend Lalita With With These Words Sakhi Vatsala Shirada Pleases Her Girlfriends And Gives A Hidden Instruction To Shyamasundra To Come And Meet Her At The Same Time Know Знает Ли Он О Могуществе Моей Подруги Lalita То есть Радика Говорит Вринде Скажи Ему Знает Ли Он О Могуществе Моей Подруги Lalita То Что Я Находи С Е Власть Этими Словами Sakhi Vatsala Rada То Sakhi Vatsala означает Как-то Очень Заботливо К Своим Подругам Rada Удотворила Своих Подруг И В то же Время Дала Скрытно Наставление Shyamasundra Прийти На встречу С ней Vatsala Shri Radha К Ее Служанкам Бесподобна Я В своем Объяснении Немножко Забежал Вперед Когда Говорил Об Об этом Сейчас Ананда Забежал Махач Об этом Пишет То есть Вот эта Материнская Забота Shyrat К ее Служанкам Бесподобна До этого Была Подругам Сейчас Служанкам Товер Чи рада Служанкам Товер Маид Служанкам Служанкам Маид Маид Чи рада Маид Служанкам Вацалия ширапит ее служанкам бесподобно. Служанки всегда омыты волнами океана ее материнских привязанностей. Она всегда держит их подле себя, называя их «майя-рупа-манжари», «майя-рати-манжари» — сильным чувством собственности. Продолжение следует... Инасна тоже так зовет. «За нее мы ее уже матжари». В восьмой главе своей Шри Вриндавана Махи Мамрите Шри Пада нарисовал очень сладкую картину того, как Шри Радха омывает своих служанок нектаром своей милости. Продолжение следует... «Майя-рати-манжари» — это название «Майя-рати-манжари» — это означает «радикас», «лоттос-сит», «for они умерли, если они умерли от них даже один секунд». Что там пишет, что там написано, Шрилы Прабабанны Сарасвати в Вриндаван Махи Мамрите? Он пишет, «Днем и ночью служанки находятся у лотосных стоп Шри Ишвари», то есть «радики». «Если они разлучатся с ними хотя бы на мгновение, то умрут». Эти служанки очень очаровательны, когда носят оставленные божественной читой гирлянды, одежды и украшения. Также их украшает много других качеств, таких как смирение и хороший характер. Они очень уничтожены, как они украшают гирлянды, одежды, 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 одежды и одежды. Они очень надежды, которые одежды, одежды и одежды, и очень дожди, обитые стопы. such as humility, humility and good behavior. It reminds me, when I met Shil Narengas Rai Maharaj and I started to hear Harika Tha, his lectures and see his picture and how he have dealt with devotees , so much sweetness and some... I don't know how to explain how he is connected to Shil Narengas. So much sweetness coming, Shil Narenges' sweetness coming from Him because how it's written here these maid servants very enchanting as they wear the left collar garlands dresses are namens of loving divine couple and they are also adorned with many amazing attributes such as great humility and good behavior so much sweetness coming from this divine couple to them because they they see their pastimes I don't know what's in English the feelings of both Radha and Krishna in completeness coming to their heart and they store it inside they have everything what they feel then after they can feel by these feelings Srimati Radhika gave to her these служанки очень очаровательны когда носят оставленные божественной четой гирлянды они сами сделали эти гирлянды иногда они могут так пошутить в манджаре может они могут сделать так чтобы две гирлянды были связаны незаметно между собой кажется что это две гирлянды на самом деле они одно целое и когда Srimati Radhika с Кришной пытаются поделить одеть гирлянду на себя они связаны они тянут друг друга на друг друга гирлянды начинают спорить ругаться махать руками кому эта гирлянда достанется они в конце концов разрывают маленький кусочек гирлянды он падает на землю и вот этот Махапрасад их вот такого любовного спора достается Манджаре Манджаре наблюдает шутливую шутливую такую ссору из-за гирлянды и наснаждается они Манджаре создают этот улью они создают возможность для таких улью для такого любовного обмена и потом получают махапрасад этого любовного обмена в форме вот кусочка гирлянды или целый гирлянда они носят одеждащие мать ее украшения они на полные чувства поэтому они очень сладостные и проявляют очень много удивительных качеств она сравнена то есть мать Радика сравнивается с океаном Бацали и подобно тому как йогурт является сущностью молока этот океан сравнен с пятым космическим океаном йогурта все на листу I just told in Russian one small лила how манджари can receive махапрасад герланд махапрасад герланд from divine couple манджари Unfortunately they doing this герланд they were made by their hands и sometimes they can urn jockey and create т Tok и loh general Раду и Кршна Они делали очень хорошие герланды и они связались с герландой Так что Шраматя Рады и Кршна пытались на себя герланды они находились герланды и они пытались привести всех герландов к другому другому они начали это они пытались за герланды они пытались за герланды они пытались за герланды они пытались на их руки они используются и в этот момент Шраматя все мать-сердинцы в этой лиле они пытались за герланды они смотрят на эту свето-сердинку между Раду и Кршна и они ultimately купили на их герланды и они пробовались и некоторые герланды fallen на земле на земле и Кршна они съёмки они как махапрасат и на этот момент подразумевший и вместе с этим something possible, the general is broken and still if it is corrected, it's possible because sometimes the general is created in such a way that it is not one round. It is the main one round. One cycle is the main and two more cycles, two more cycles around of this, and manjarins, they connected с двумя гирлянды, который был разрушен, но основные гирлянды были полностью, не разрушены, поэтому можно разрушить их. И маленький кусок этого гирлянды был на земле, и манджаристы взяли Азумаха Прасад. Если кто-то спросит, как это было возможно в этой игре, что они же потянули гирлянды друг на друга и разорвались, как можно было после этого надеть. Но гирлянды бывают сложно сделанными, то есть там ни один круг цветов, там есть основной круг цветов из больших цветов, а вокруг два переплетающихся круга, вокруг этой основной гирлянды, из более мелких цветов. И вот в манджаре они зацепили друг друга гирляндами за счет этого круга из маленьких цветочков. И когда Рада и Кришна тянут эти гирлянды друг на друг друга, рвется этот дополнительный круг, не главный. То есть гирлянды сохраняют все равно свою целость. И маленький кусочек этой более тонкой гирлянды оказывается на земле. А Рада и Кришна надевают на свете гирлянды. Сейчас мы... Сейчас мы... А... Это будет лучше сказать Шилу Горде, потому что он объясняет этот патент как «секрет», как «секрет» из всех комментариев. Here is the key words to understanding all the commentary for this verse number 18. Because he explained to us about all these oceans connected to each other. We started from the seven oceans and then came to the sixth ocean. Now we came to the fifth ocean. They are all connected to each other. And the next ocean is the source of the previous oceans. And Shilpardash explained this to us here by explaining these words. What is written here. Just as the yogurt is the essence of milk, this ocean can be compared to the sixth cosmic ocean of yogurt. Now is Shilpardash is the ocean of deep compassion. This is the fourth ocean. Always showering her devotees with the next stream of her nose. Описание пятого океана завершается такими словами. из-за того, что в ней присутствует сущность такой привязанности, она сравнивается с океаном Бацалии. И подобно тому, как йогурт является сущностью молока, этот океан сравнивается здесь с пятым космическим океаном, океаном йогурта. Эти слова являются ключом к пониманию этого комментария, каким образом все океаны связаны между собой. Шилгурдев объяснял нам эти слова. Он говорил, как один океан является сущником другого океана. Седьмой океан выходит из шестого океана. Шестой океан выходит из пятого океана. Вот как они связаны друг с другом. И сейчас мы подошли уже к четвертому океану. Ширатха – океан глубокого сострадания. Она всегда омывает своих преданных потоком нектара своего сострадания. Ширатха – океан. 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 не получится, я говорю на двух языках сейчас. Я делаю то, что могу. Those who have been touched by the nectar of that compassion can testify. Те, кого коснулся этот нектар сострадания, могут подтвердить это. Шил Рагуна Дас Гаслами says, Her body melts with compassion. Normally, a person's heart melts with compassion, but only in Radharani's case the whole body melts with compassion. Шил Рагуна Дас Гаслами говорит, Ее тело плавится в сострадании. Обычно от сострадания у человека плавится сердце, но у Шри Радхи плавится все тело. Почему? Потому что это проявление любви. А Ее тело состоит из любви. Каждая частичка, каждый атом Ее тела – это проявление Махабабы. Махабаба Сварупа Ши Рада Такурани. Ее Сварупа, то есть Ее образ, весь соткан из Махабабы, из высечающей любви. Поэтому, когда она видит, что кто-то не получает такой любви, что кто-то лишен такой любви, Ее сердце, не только сердце, все тело плавится. Потому что каждая частичка тела любит Кришну. Каждая частичка. И каждая частичка плачет о том, что у кого-то нет, и тает от сострадания, что у кого-то нет такого счастья, как есть у нее, у этой частички. Каждая часть тела Шимати Радики проявляется страдание другого, у кого такого нет. And why, in case of Шимати Радика, the whole body melts with compassion? Because her Сварупа, her body, completely… I don't know how to say it in English. It's all body is Mahabhava. Mahabhava Sarupa Shri Radhata Kurani. All body consists of Mahabhava, the great feelings. Each part of her body loves Шимати Радика so much. Each part of her body loves Krishna so much. Each atom of her body loves Krishna so much. And when this part of the body sees someone who has such love, it's crying in compassion. Not only heart, every part of Шимати Радика's body is crying in compassion and melting in compassion. Because she loves Krishna not only by heart. Each part of her body, each atom loves Krishna so much. Each part of body knows what does mean love. And could not live without love. And could not understand how someone can live without love. So each part of her body knows what is love. Each part of her body knows what is love. She knows what is love. She knows what is love. She loves Krishna. And can't imagine that someone can live without love. So each part of her body can live without love. And she starts to hear that, что у кого-то нет такой любви. So all the people of intra- duh love has been reminded all the time in relationship with the people of streamlined and cyclical, Она всегда омывается в потоках амбразиального сострадания, то есть нектарного сострадания. Из-за того, что Кришна принял её настроение, когда стал Шайтштани Махапрабху, Он был так милостливным, намо-маха-ваданяяя. То есть самый-самый милостливый. she always baths in the streams of ambrosial and because Krishna accepted her mood when he becomes Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahaprabhu is so merciful Mahaprabhu doesn't consider who is qualified or unqualified who is from who is from which caste or from which ashram then Mahaprabhu maybe this example not perfect but it's also showing but he is not considered the ashram or not considered the caste then Mahaprabhu met Ramananda Rai on the bank of Godavari river he immediately embraced him immediately and Ramananda Rai told this to Mahaprabhu you embrace low Shudra by this by this you cross the Vedic instruction you're not following Vedic instruction Vedic instruction prohibited to Sannyasi embrace such low person as I am Mahaprabhu is Mahaprabhu is Sannyasi and he belongs to Brahman caste and Ramananda Rai he belongs to Kajaska caste which is a local Brahman Indian Brahman considered as Shudra caste low caste and also he is not Sannyasi he is Grikhasta what is why it's according to Vedic rules Mahaprabhu could not embrace but Mahaprabhu is embracing he gains Prima love of God without making such distinction we know when Mahaprabhu traveled in India he met so many personalities so many different personalities and he embraced them he was crazy of love and he not because he was madden in love Shumati Radhika Slava he is not considered this person is qualified for his mercy or not qualified he just gave gave again and again he he has he he Махапрабу не обращал внимания на квалификацию в касту и ашрам. Он дарил прямо всем, не делая таких различий. Мы знаем из истории, что когда Махапрабу встретился с Раманандараем на берегу реки Гадавари, он, как только увидел Раманандараем, сразу обнял его. И Раманандарай сказал, что он указал на этот момент, что ты так милостив, несмотря на то, что веды запрещают тебе этого делать, потому что ты с Аняси, ты принадлежишь к браманическому сословию, ты обнимаешь низкого шудру, меня. Раманандарай принадлежал к касте Каяс. И местные браманы считали Каясу, Каясу шудрами, хотя на самом деле Каяси очень образованные, и они по своему поведению не являются шудрами. Но это результат смешения касты. Каясу появились в результате смешения браманов с шатриями. И они занимали высокое положение в обществе, но тем не менее браманы считают шудрами. И тем не менее Махабру, несмотря на наставление шасты, обнимает Раманандарай. Он в нём не видит браман шудру или частичку материального мира. Он видит перед собой Личность, и он обнимает эту Личность, наделяя её Любовью. Когда Махабру путешествовал по Южной Индии, в своём путешествии он всех, кого встречал, обнимал, все получали его милую. Даже животные, змеи, олени, любые люди, он их обнимал и одаривал их Любовью Богу. Он несмотря на то, что достойный или недостойный, он был просто безумен от Любви. И он наделял Любовью каждого. Поэтому он известен как «Намома авадоняя», то есть как самый милостивый. «He gives прямо love of God without taking such distinctions. That is a body melting this compassion. It is Radha's storehouse of compassion, not Krishna's. This love, this compassion coming from Simata Radhika, not from Krishna. Krishna is compassion for anyone in this world only because she is filled with Simata Radhika's compassion. Then Krishna with Simata Radhika, he becomes so sweet, so merciful, so compassionate when he is with Simata Radhika. When he is not with Simata Radhika, when he is in separation, he is desperate, then he can destroy something in his unhappiness. But when he is with Simata Radhika, he is very compassionate, so much sweet. Maha Prabhu не обращал внимания на квалификацию касту и ашам. Он дарил прямо всем, не делая таких различий. Это значит, тело, ловящееся от сострадания, рада являются сокровищностью сострадания, не Krishna. Кришна проявляет сострадание, Кришна проявляет милость, и Он сладостен тогда, когда Он с Simata Radhika. Но когда Он разлучнен с ней, Он в отчаянии, Он может не проявить такого сострадания и милости. Но когда Он с ней, Он очень сладостен, очень милостен и сострадателен. Она является источником Его сострадания, его милостytes. Ратха является сокровищницей в сострадании Кришны. Во Враджа-лиле сокровищница милостивящей Радхи была спрятана и закрыта. Но когда Махапрабху принял настроение и все тело Шеверадхи, она проявилась в мире. В Враджа-лиле the storehouse of Radha's mercy remained hidden and closed. But when Махапрабху accepted the mood and compassion of Шеверада, it becomes manifest to the world. I don't remember who wrote this. It's in Vaishnava's song. It's written what this storehouse of compassion and love was inside of the chest of Махапрабху. it's like it was in a very strong safe. Metal safe. But Nityananda Prabhu he is open this storehouse. He destroyed the Dumba, destroyed the blockage which is not allow this compassion and love come to everyone. And what has happened during Goura-lila is in he how's it in English then water going from the river everywhere. Everywhere. In the same way the mercy of Goura means mercy of Shemati Radhikas compassion come everywhere by the mercy of Nityananda. He did it with Mahaprabhu. For example then two brothers Jagai and Madai two drunkards they injured Nityananda. Mahaprabhu immediately came and he has desired to kill them both. Nityananda not a law and he act in such a way what Mahaprabhu accepted both these two brothers and gave them mercy and these two great sinners become great saddos immediately in the eyes in front of eyes of everyone who was there. И я сейчас не помню кто автор этой песни но в одной песне говорится что сострадание милость она была за семью замками как здесь написано она была во Враджа Лиле она была не была открыта всему миру она хоронилась в груди в груди Mahaprabhu и Nityananda Прабhu разрушил препятствия то есть подобно тому как вот есть сейф да сейф он очень надежный железный сложно закрыт вот но если есть ключ можно открыть и получить богатство из сейфа так же все это сострадание любовь милость Шимати Радики все это сердце Mahaprabhu и все это вырвалось на оружие и наводнило весь мир по милости Nityananda Прабhu он разрушил дамбу сдерживающую поток сдерживающую поток этой милости Шимати Радики и поэтому это милость распространяется сейчас ко всем даже последним гадеям в истории Джагай Мадхай два пьяницы грешника бандитов фактически на их счету были все грехи которые только можно назвать они напали на Nityananda разбили ему голову до крови и Mahaprabhu появился там на рынке где это произошло и хотел убить их обоих но Nityananda не позволил Nityananda сделал так что он произнес такие слова что в результате которых Mahaprabhu обнял обоих братьев принял их и тут же на глазах у всех свидетелей кто там был эти два великих грешника стали великими святыми и сейчас как говорит Шилгора Генгасай Махарадж он это сказал еще до своего ухода он сказал что наступает эпоха премы према юга то есть эпоха Шимати Радди время когда по милости Шимати Радди ее милость ее слава будет распространена посюду это то что сделал Махапрабху и его спутник Сужанке Шимати Радди and what's happened by the mercy of Нитянандас by the mercy of Vaishnavas who is in same line they created such situation that now is the time of Шимати Радди glory it's how Горгангас Махарадж told према yуга now is према yуга started and what does mean према yуга started this means the superiority of Шимати Radhika is glorified now before all Shastra all Rishas everyone was proclaim the superiority of Krishna proclaim the superiority of God but now time came about to proclaim superiority of love proclaim the superiority of Shimati Radhika with this Mahaprabhu mercy he filled so much with his mercy Shimati Radhika compassion mercy actually Mahaprabhu is Shimati Radhika is Shimati Radhika acting for him вот то есть пришло время когда до этого раньше все шах все риш великие мудрецы провозглашали превосходство Кришны превосходство Господа вот но сейчас по милости Mahaprabhu кто и есть сама Shimati Radhika она действует через него вот провозглашено превосходство любви превосходство Shimati Radhika ее милость ее сострадание сострадание ко всем Mahaprabhu showed the people of the world how the body can melt this compassion because he assumed Shirada's merciful mood because Radhika's body melts this compassion it can be compared to the fourth cosmic ocean the ocean of clarified butter Shirada Shirada но Mahaprabhu принял настроение и все тело Shirada она проявилась в мире Mahaprabhu показал людям мира как тело может плавиться состраданием потому что он принял милость в настроении Shirada из-за того что тело Shirada плавится сострадание она сравнивается с четвертым космическим океаном океаном прозрачного топленого масла I will stop here please if you want to say something please say я на этом остановлюсь дорогие преданы если вы хотите что-то добавить что-то сказать пожалуйста говорите